Весь бокал захлебывается в этот парашек, в этой канализации. Трубы гнилые, все вон дыры. То есть вы тазиками убираете? Нет, нет. У нас тазик, у нас вот там все течет. Дышали этими фекалиями, воды не было, смывать не было. Нам поставили водовозку. Вода была абсолютно непригодна для питья, по той причине, что мы брали ее, кипятили, и в воде оставались вот такой вот осадок белого какого-то налета. Я думаю, что это известково. Такую воду люди пьют по всему городу. В интернете мэр Бакальского городского поселения проголосовал против бассейна, что не будет фока. Всех тот же мэр в средствах массовой информации сказал, что горячая вода не пользуется спросом. Водогрейные котлы покупайте. В такой дом заселяли инвалидов, пенсионеров по социальному нами. Девочка восьми лет чуть не утонула. Вытащил ее парень. Ну, мальчишка пробегал здесь, увидел. У нас ребенок уроки делает. Лампочка горит, два фонарика рядом стоят. Чтобы он писал, ничего не видит. Ничего писать, ни интернета, ничего нет. Посмотрит газ. И люди заметили среди груды щебня, которым отсыпали новый тротуар, остатки похоронных венков и цветов. Мы приехали в Бакал, один из самых депрессивных городов Челябинской области. Бакал – город контрастов. Величественные природные пейзажи здесь соседствуют с коммунально-бытовыми ужасами. Самый главный провал Бакала и его болевая точка – это сфера ЖКХ. Из глубокой коммунальной ямы жители выкарабкиваются много лет и просвета пока не видят. Например, последние 30 лет в Бакале на все лето отключают горячую воду. Холодная вода есть, но с перебоями. А иногда из кранов идет ржавая жижа. А этой зимой улицы и подвалы жилых домов в городе затопило нечистотами. Доходит и до пещерных технологий. Оставшись без воды, некоторые люди вынуждены топить снег. Другие ходят на ведро из-за отсутствия нормальной канализации. А некоторые борются с крысами и клопами из-за затопленных подвалов. Примечательно, что несколько лет назад Бакал получил статус территории, опережающего социально-экономического развития, сокращенно ТОССР. Я вам говорила, что Бакал – город контрастов. Обратите внимание, сейчас вы видите мост, он в стадии строительства. Это реконструирует знаменитый Бакальский мост. Такая, можно сказать, стройка века. Видите, вот там будет стеклянный лифт и лестница для пешехода. А вот здесь другой вид. Это вот такие деревья, кронированные на языке чиновников. Это так называется. Ну и идет торговля. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем торгуете? Хорошо? Город, сметана. Вот такие ручьи на улицах Бакала – обычное дело. Жители к ним уже привыкли. Как правило, это бежит канализация, значит, где-то прорвало трубу. Кстати, еще одна особенность местных жителей, особенно пожилых. Видимо, они уже находятся в такой стадии принятия, потому что говорят, что в принципе их все устраивает. Жить можно. Они привыкли. Мы уже люди здесь привычные. Мы тут родились, живем. Для нас тут все нормально. Конечно, нравится. Привези родителей, куда денешься. В социальных сетях подняли эту тему недавно. Как бы, что в центре города бежит вот это. И как бы запах-то чувствуется. Мэр города Бакала Андрей Леонидович Зароченцев прокомментировал журналистам, что это бегут сточные воды. И как бы запаха это нет. И всегда он винит. Не только он винит, мэр. И глава Саткинского муниципального района, Глазков Александр Анатольевич, тоже винит жителей. Как бы во всем, что это. Они во всем виноваты. Что по городу всегда бежит канализация. И как бы... Как сказать? В чем виноваты жители? Ну, что якобы они засоряют унитазы. Что они туда кидают полотенца. Фуфайки даже писали в интернете. И что унитазы забиваются. И из этого канализация выходит наружу. Очень все плохо. Всегда грязно. Всегда вот это вот... Как ее... Льется. Где-то прорывы. Где-то дороги вот эти вот. Ямочки вот. Вроде что-то тут делалось. Ямки немножко залатали. Она опять разбилась. И все. Ой, в общем. В администрации у нас нашей ничего не добьешься. Абсолютно ноль. Это пытается... Ты время только теряешь туда ходить. Нашу администрацию пора на пенсию отправлять. У них всегда денег нет. Только куда они деваются, непонятно. Как мне спросить, денег нету. Денег нету. Улицы темные. Фонари не горят. Потому что у них лимит был. Какое время... Сколько-то там освещения сделать. А потом нету освещения. Денег нету. И вообще не положено. Ходите в темноте. С фонариками. А почему? Вот я в Рудинке к нам тоже езжу. А вообще полпоселка темнее. Мы кроты одним словом. Ну, вонища – это раз. И мокрища – это два. И все сырое – это не дело. Самый центр. Весь бокал захлебывается в этой параши. В этой канализации. Трубы зимой для отопления оголенные. Отопляем свежий воздух. Плотим умоповрачительные суммы за отопление. Никому нет дела. Нет хорошего хозяина. Начинаешь жаловаться. Некому, нечем. Нет средств. Каралула. Вода бежит как будто из конвенционного колодца. Пахнет. Цвет несоизмеримый. И частенько холодная вода бежит. Неестественного. Ненатурального. И нетребуемого к употреблению качества. И цвет. Все эти сточные канализации, все или забиты, или что. Все это текет по городу. Это видно везде, по всему городу. Не только здесь. Там начинается с площади. Здравствуйте. Можно к вам? Можно, можно, заходите. Показывайте, рассказывайте. Сколько лет вы тут живете? Сколько? Сорок. Да, сорок с чем-то уже. Уже сорок с чем-то нам давали эту квартиру как общежитие молодым специалистам. И сколько сейчас молодым специалистам лет? Ой, сколько. Мне шестьдесят семь. А ему уже семьдесят два. Началась перестройка. Обратился к Целаусову. Было мэром. Ой, извини, Николай. Мы это самое... забыли про вас. Они стояли, прислали нам бумагу, что вставайте снова в очередь. А куда в очередь? Я выросла. А что это такое? Это клопок. Это клопы. А клопы откуда берутся? А вот из этих трещин. Вот они, видите? Они, знаете, сейчас шла снимать обои. Они как поползли. Здесь весь подъезд был такой вот. А мне завтра на в ТЭК ехать? Я им что объясню? Мне на комиссию накрутили. Весь подъезд, мы их травим постоянно. Мы страшно сгадаем вообще с этого беды. Убирайте их иначе. Я говорю, я не знаю. Завтра иначе, раз смотрят азот ли едет, это уже хуже будет. Или меня опять в больницу куда-нибудь отправят. Ну что, это же в ТЭК, это все-таки комиссия. Ну, администрация приходила, что-нибудь говорят вам. А что они скажут? Они обработали подъезд, и все общий. И пипец на этом. Да, они не обработали с хлоркой в воде просто на простолестнице, и все. Они вытащили окно вот это вот крепкое, хорошее. И сделали гнинушку. Это муж уже вот принес с помойки вот эти вот рамы насобирал. И сам это окно сделал. Встретили вот такой импровизированный мурал, не отпуская своей мечты. Кстати, бокальцы много лет мечтают о бассейне. Бассейна у них пока нет, наверное, потому что почти в каждом подвале жилого дома есть свой мини-бассейн, только он наполнен нечистотами. На этом месте у нас хотят построить фок с бассейном. Обещают нам, в 2005 году обещали, что рудоуправление нам построит фок с бассейном. В итоге не построили. В 2021 году обещали построить, но не построили. В итоге мы в этом году открыли голосование в социальных сетях, и также мы начали собирать подписи. Мы, конечно, в социальных сетях выиграли. Много жителей проголосовало, что нужен бассейн. Также мы собрали 2375 подписей, что нужен нам бассейн в городе. В интернете мэр Бакальского городского поселения проголосовал против бассейна, что не будет фока. Мы можем вам показать, как люди проживают. Это настоящий портал ВАД. Город Бакал, улица 50 лет по ЛКСН, дом 13. Это здание бывшего общежития номер 3. Сейчас это считается многоквартирный коммунальный дом. Вот такой дом заселяют инвалидов, пенсионеров по социальному найму. То есть 30% жилья находится у администрации в собственности, за которое, соответственно, администрация не платит. На данный момент, когда мы были здесь, Борщов сказал, что 2 миллиона 600 тысяч. Вот моя комната, дверь. Ну, все, что от него осталось, можно так сказать, подавить. Она прям тяжелая. Вот потолок. Что с потолкой? Вода в потолке с крошек, с пятого этажа. Ну, здесь вот так и стоит. Она еще больше, только на сходу не приходили, потому что мы меньше не можем. Вентиляцию, посмотрите, у нас все с крыши лежит у меня вот здесь. Запах соответственный. И вот тут вот, смотрите, опять мокрик, посмотрите, вот это бежит. Мы когда были, было сухо. То есть, смотрите, вы когда отсюда съезжали, здесь был полноценный нормальный ремонт? Полноценный ремонт. У нас были двери, у нас были железные двери. Их пришлось снять, потому что зимой это все заливает. Ну, соответственно, это замерзает, потому что отопление здесь никакое. Хоть мы сами меняли батарею, но отопление никакое. Канализации нету. Ну, то есть, ни в одном туалете, ни в другом. Здесь вообще что-то течь у нас стало, не было этого. Здесь, то есть, ну, как видно, что был какой-то пожар. Я так понимаю, наше отсутствие. Потому что, ну, счетчик не выключен, и все, под напряжением. Тут мокро. Там вот света нету. Вот капает, пожалуйста. Все у нас. Вот это вот, да? Да. Ну, то есть, вот текет, да, оголенная. Резетка стоит. Так, канализация представлена вот так. Да. А как люди входят в туалет, ну, новую игру? Вот это, соответственно, грибок, черная плесень. Тут уже и белая какая-то сверху. Вот здесь вот так. Ну, то есть, этим грибком дышать людям опасно. Это астма, туберкулез и прочие болезни. Да, ну, такая вода везет. Вот такую воду люди пьют по всему городу, знаете, вот это. Ну, я вот, например, не пью. Я пожу, думаю, я в родниковую воду. Вот такая вот вода. Кто может ходить за водой на родник, у кого есть машины, а кто не может, покупай воду. Ну, или фильтры ставим больше, потому что никак. Это считается жилая комната? Это пайет тоже такое же, значит. Мы в комнате лежим, мы под одеялом лежим, мы одетые. Мы кофту одеваем, шестяные носки одеваем зимой. Мы сейчас, может, терпим, а ладно. А зимой мы лежим в шестяных носках, мы не раздеваемся. Здесь, наверное, это же у нас постоянно из года в год вот эта проблема. Ходин и сказал, что мы покрыли в левую сторону, но, как видим мы, что ничего не изменилось. У нас нет горячей воды, приходится греть вот ведра, тазик. Ковшик. И в таких условиях мыться здесь пробивает током. То есть оголенные резетки, она говорит, когда берешься вот за чё-то, то, соответственно, бьет током. Вот так люди живут. Постоянно начинается с весны, заканчивая осенью, до заморозков. Люди выливают тазами воду, которая тетка крышит с этого этажа. И бывает иногда и тазы не помогают, потому что убегает все вниз до самого первого этажа. Течет все, дышим глибком, в квартире глибок, кругом глибок, провода, как говорится, на это, как попало. Постоянно капает? Постоянно, отсюда вообще течет постоянно. Трубы гнилые все, вон, дыры. То есть вы тазики не убираете? Нет, нет, у нас тазики, у нас вот там все течет, кругом, вот все. Это не то, что дождь, это без дождя течет. Вот комната, которая считается жилой. Вот такая пленка выполняет роль стекол. Ну и самый ужас, вот здесь, пятый этаж, поэтому все потолки вот в таком состоянии. Глибок, плесень. В суровом городе даже у детей суровое детство. Я уже говорила вам о том, что Бакал – это город контрастов. Сейчас за моей спиной находятся новостройки. Вот видите, такой красивый цветной мурал на торце одного из домов. А то место, где прямо я сейчас нахожусь, это не что иное, как площадка для игры детей. На самом деле это отвал, наполненный строительным мусором и поросший репьем. Мы находимся в районе новостроек Кирова, дом 11 и Кирова, дом 12. Это инициативная группа. Вы знаете, мы как бы хотим обратиться к нашему мэру города Бакао, Зарочинцеву Андрею Леонидовичу. Потому что вопросы очень-очень серьезные. За нами находится отвал из породы, прирытье котлованов. И он не безопасен. Самое страшное то, что дети поднимаются, им интересно по этому вертикальному подъему подниматься наверх. Они оттуда прыгают, скачут, бегают по краю этого отвала. Девочка восьми лет чуть не утонула. Вытащил ее парень. Ну, мальчишка пробегал здесь, увидел. Это было, вот мы только переехали в апреле месяце. Буквально мы только переехали. То есть ребенок, не зная вот дороги там, но это вот что? Это вот как к мусорке подходить, даже людям. То есть вот, а вот в этом месте чуть не утонул ребенок. Они раскачиваются... Что они, дети? Дети. Дети, да. Раскачиваются на тарзанке. И вот сюда, представляете тут, как это все опасно. Так это же куча статур. Дети, мусор. Дети, да маленькие. Маленькие, пять лет, шесть лет. И дети играют в кучу мусора. Избушка деревянная. Без курьих ножков. Но она уже давно стоит, видимо. По ее состоянию можно определить. Назначение ее неизвестно. Мусор, хлам. Двери были когда-то закрыты. Окна были закрыты. Дети все выбили. Дети шифер там выбивали. Через крышу они... Спуститься не могут. И кнычат, и ревут, и кто-то поддерживает. Прыгают отсюда. Самое страшное, что она отделянная. Курить наверняка ходят. Здесь и мальчики, здесь и девочки. Тоже трагедия может быть. Понимаете? На фоне общей жилищно-коммунальной разрухи единственное, что в Бакале работает бесперебойно, это алкоточки. Кстати, основатель известной сети алкомаркетов родился и вырос в Бакале. Меня зовут Сергеева Елена Шамитовна. Я проживаю улица Титова, дом 11, квартира 16. Я старшая подъезда. Уже настолько вот это все накипело, и все возмущаются, все соседи, все в шоке от того, что у нас практически постоянно все лето не было воды холодной. По той причине, что в 15-м доме канализация топит, они начинают копать, а у нас по какой-то вдруг причине оказалась холодная вода вместе с канализационным выводом, да. И представляете, какую ситуацию? Я случайно взяла и заглянула. Я говорю, а я не поняла, а как это у нас труба? Это же по всему нарушение СанПин. У них опять же там что-то затопило, они начали у нас здесь копать. И опять же задели холодную трубу, так как канализационную задели, естественно, и задели холодную трубу. И все это, представляете, все это смешалось. Потом все вместе, я прям буду говорить вещи своими именами, вместе с фекалиями, со всеми вместе. Навалили вот на это место, вот обратите внимание, здесь еще даже осталась часть грунта, перекопки вот этой вот, части вот этой вот дороги. И в итоге что получается? Здесь мы дышали этими фекалиями до самого четвертого этажа. Мало того, не было воды, дышали этими фекалиями, воды не было, смывать не было. Нам поставили водовозку. Вода была абсолютно непригодна для питья, по той причине, что мы брали ее, кипятили, и в воде оставались вот такой вот осадок белого какого-то налета. Я думаю, что это известковое. У нас бабушка проживает в том подъезде на четвертом этаже, сын инвалид. Представляете, я вижу эту картину, как женщина идет, чтобы ребенка своего как бы и помыть, и подмыть. И вот эту неделю она с этими ведерочками, с бодашком идет за этой водичкой. Это называется у нас водоканал, который заведует вот этой всей территорией. Отчистных самих нету, но водоотведение, это территория водоотведения, где у нас фильтруется вода. Вода в ужасном состоянии. Она сейчас ссылается, и в интернете везде написали, что это все стоки, водосточная система, то, что из-за дождей. Но у нас дожди, уже давно их нету, а вода прям, знаете, коричневая. Купаться очень опасно. Ребятишек новорожденных, я думаю, что это вообще страшно купать. Воды не накупишься, вода очень дорогая стала. И вот такая вот у нас вид, почти как на море. Улица Титова, 17. Там был раньше хлебный, вдруг сделали пивной. Напитков вроде бы, или пивнов ли даже, как-то так. Я вот не хожу даже, потом рядышком, там социальный, но там тоже что-то продается из пива, обязательно пиво. Следующее красно-белое пиво, это уже Титова у нас, 13. Потом рядышком сразу же сделали два отсека из подвального помещения. Сделали два отсека, вот красно-белое и еще лабиринт. Там вообще сплошное. Просто все для выпивки. Поэтому у нас просьба закрыть вот эти вот магазины. И потому что это больше невозможно. Тут пьянки, они прям выходят. Там у нас лавочка стоит. Там у нас около лавочки постоянно, у нас такого никогда не было. У нас постоянно валяются бутылки, пробки. Вы знаете, даже средства интима. С достопримечательностями в Бакале все очень плохо. Но мы постарались и нашли. Сейчас вы видите за моей спиной вот такой водопад. Но водопад этот неприродный. Это такой памятник ЖКХ города Бакала. Вы сейчас видите дырявую трубу, из которой бежит вода. Канализационные воды, которые попадают прямиком в реку Большой Бакал, которая в свою очередь впадает в реку Малая Садка, а та впадает в Садкинский пруд, в котором на секундочку купаются люди. В то время, как многие Бакальцы неделями живут без горячей и холодной воды, вот здесь из прохудившейся трубы водоотведения вода идет бурными потоками, а в воздухе стоит характерный мрад. А это вполне обычная для Бакала картина. Дети, которые играют в груди мусора, поваленных деревьев и строительных материалов. В этом году жителям по улице Строителей несказанно повезло. К ним в кои-то веки пришло благоустройство. Дорогу расширили для того, чтобы сделать тротуар. Для насыпи привезли щебень, только почему-то с кладбищенской свалки. И люди заметили среди груды щебня, которым отсыпали новый тротуар, остатки похоронных венков и цветов. Ну вот такое вот похоронное благоустройство. Как говорится, берите, что дают. Раньше вот вся эта вода бежала прямиком в подвал дома номер 19 по улице Строителей. Вот он находится рядом. Потом приехали рабочие. Как видим, все перекопали. И теперь ливневые истоки идут прямиком в канализационный коллектор. При этом траншеи остались разрытыми. Ничего здесь не огорожено. И в любой момент сюда может упасть прохожий, животное или ребенок. Горячей воды здесь до сих пор нет. Они, люди даже не мечтают. А холодное водоснабжение вот уже десятый месяц представлено в виде вот такого шланга, который просто подключили вот к этой трубе. И дальше он идет в подвал вот этого дома. Вот по шлангу подается холодная вода. Зимой шланг просто лежал на снегу. Естественно, он промерзал. И рабочие отливали его кипятком. Здесь собрались два дома. Самых проблемных – это вот 14-й дом и 16-й дом. По улице Ленина. Причем именно эти два дома подвергаются вот этим электроотключениям. Та сторона более-менее. Они еще работают. Это может быть и зимой, и весной, и летом, и когда ветер, и когда дождь. Но одним словом, периодически, круглый год. Люди страдают, страдают из-за того, что им приходится покупать опять недорогие всякие электроприборы. Те же микроволновки летят, машинки стиральные летят, телевизоры. Швейные машинки. А кто нам компенсирует? Это же нам не доказать. Вы понимаете, это надо будет столько инстанций обойти, пробегать, чтобы доказать, что именно по этой причине мы теряем вот это все электроприборы. Ну, мы вот последние два года купили специальный прибор с мужем, потому что вот эти вот скачки вечером вообще не видно даже. Четыре лампочки горят, как будто в подвале сидишь. Мы приобрели, мерили практически ежедневно. Больше 180 никогда не поднимается. Вчера я мерила вечером 156. Специально пригласила знакомого электрика. Скажи, пожалуйста, что у нас это? У вас плохой кабель. Сечение кабеля у вас тут, наверное, на 35. Я говорю, сколько должно быть на наши два дома? Минимум 70. Минимум. Кто нам будет менять? Администрация нам сказала, скидывайтесь и покупайте. А поскольку скидываться? Просчитали 360 тысяч. 360 тысяч нам сказали. 360 тысяч. Сложиться. А кто будет складываться? Кто будет складываться? Мало за квартиру. Да. У нас такие долги. Вот у меня на сегодняшний день не то, что рубля, копейки нету за должности. За последние два месяца у меня сгорела. Взорвалась микроволновка и сгорел водонагревательный прибор. Мне пришлось уехать на дачу жить. Мы можем сложиться, если что-то, в доме, в нашем доме. В квартире в своей. В квартире, в доме, в квартире. А на территории это все должна делать администрация. А товарищ говорит, на улицу Ленина он вкладываться не будет. Это какой товарищ говорит? Мэр нашего города. Мэр. Администрация. Администрация. И у нас такие вспышки бывают. Я вот в темноте сижу, сижу, потом такие вспышки резкие. И опять темно. И опять вспышка, и опять темно. Это очень страшно. Я вот боюсь даже куда-то уходить из дома. Это пожар будет. И все потому, что у меня счетчик горел. Хорошо была я дома. У нас ребенок уроки делает. Лампочка горит, два фонарика рядом стоят, чтобы он писал. Ничего не видит. Чего писать, ни интернета, ничего нет. Восьмой класс. Ребенок уроки с фонариками делает? Да, с фонариками делает. Когда свечки включаем. Бокал у нас живет уже без горячей воды. Мы все лето живем, все лето без нее. У всех тот же мэр в средствах массовой информации сказал, что горячая вода не пользуется спросом. Водогрейные котлы покупайте. А они же, слава богу, тоже сколько электроэнергии берут. Дома старые, построены. Вот если котлов бы не было, электроэнергия нормальная была. Вот смотрите, 80 квартир, и там 80, да? И все котлами пользуются. Еще дети маленькие. Все обогреватели включают. Вот если бы все это было, у нас бы и свет нормальный был. У нас очень большие перебои не только с электричеством, но и с холодной водой. Ну хоть ничего не планируй, ничего не начинай. Холодную воду вообще могут на сутки отключить. А деньги плати. Да. На 2-3 суток отключают холодную воду, да. Два года назад губернатор Челябинской области Алексей Тексер побывал в городе Бакал с официальным визитом. Депрессивных территорий в регионе быть не должно, заявил тогда он. Собственно, на этом все и закончилось. С тех пор губернатор в Бакал не ногой, а город продолжает погружаться в глубокую коммунальную яму и пребывает в состоянии глубочайшей депрессии, выхода из которой пока не видно. Оцените, какие контрасты. Бакальцам, конечно, не очень повезло на мэра и жилищно-коммунальным хозяйствам все очень плохо. Но зато вот таких природных видов здесь хоть отбавляй. Мы как раз сейчас находимся на вершине бывшего карьера. Он сейчас затоплен водой. Ну, посмотрите, чем не уральское Бали. Субтитры создавал DimaTorzok